Друзья, вы знаете, насколько я люблю разнообразные симуляторы, и вот вышел сегодня новый под названием Супермаркет Симулятор. Ну а меня зовут Перпятум Иллижай Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И мы, конечно, обязаны в него попробовать поиграть. Это симулятор супермаркета. Добро пожаловать! Вы начнете с небольшого магазина и вырастите до впечатляющего супермаркета. Начните с покупки товаров для продажи и размещения их на полках. Не забудьте установить цены с прибылью, чтобы избежать банкротства. Опа! Зарабатывая деньги, это я люблю. Итак, вот он наш маленький супермаркет, который больше напоминает обычный магазин у дома, где продаются пельмени, хлеб, мазик, сметана и все такое. Итак, закажите товары с помощью компьютера. И знаете, что меня удивляет? Что здесь чисто? Впервые я захожу в какой-то симулятор и не нужно ничего убирать. Я счастлив, я готов обнять этого мужика от радости. Ладно, давайте закажем чего-нибудь. Итак, маркет. Получается злаки, масло, дисплей полки, нарезанный хлеб, мука. Не люблю нарезанный хлеб, он обычно невкусный. Но это пока все, что мы можем купить. Давайте возьмем немного злаков. Сколько у нас? У нас денег 50 баксов. Значит, мы можем купить злаков в корзину и купить нарезанного хлеба. На большее нам денег не хватит. Получается у нас так себе супермаркет с маленьким количеством позиций. Итого 49. Ну, почти прям под расчет. Давайте купим. Остается 24 цента и нужно все эти наши товары забрать. Их уже доставили. Круто. Так, как положить вещи на полку? Опа. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оно само расставляется. Как же я люблю, когда это происходит именно так. А не когда вручную нужно каждый предмет брать и ложить на полку. Идеально. Так, давайте выбросим это в мусорку. И возьмем еще и злаки. Они будут у нас вот на этой полке. А, красота. Чок-копик. Вкуснятина. Правда, молока у нас нет. Но можно и в сухомятку поесть, погрызть. Тоже, знаете ли, вкусно. Итак, цены, 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 цены. Ой, стой. Не хотел я этого делать. Я хотел установить цены. Но я не знаю как. Установите цену продукта. А, вот сюда нужно нажать. Итак, цена у нас будет. Цена маркета 3.96. Давайте 4 доллара. Это как бы будет плюс. 4 доллара тут. Тут у нас 2.99. Поставим тоже 4 доллара. Округлим. Чтобы покупателям было гораздо удобнее, да? Чтобы они сразу смотрели. Ага, 4 доллара тут, 4 доллара там. А тут у нас открыто. Мне прямо вот честно, очень сильно захотелось сейчас вот этих вот злаков. И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Пока я тут работаю, чтобы зарабатывать. О, деньги. Спасибо, мужик. Мне нужны твои деньги. Итак, а где деньги? Соберите нужное количество сдачи, нажимая на деньги на кассе. Погоди, а как мне нажать на деньги на кассе? А, мне сдачу тебе нужно дать? Ты что, с ума сошел? Верни мои деньги назад. Итак, поступило... Поменять 16? Отдать 0.1? Я должен 16 баксов ему отдать. Давай так, так, во. Даже больше сдачи, чем нужно. Получено денег обратно. Вы можете забрать свои деньги, щелкнув правой кнопкой мыши на купюрах на кассе. Вот так. Все, дружище. Вот твоя сдача. Я никогда не отдавал раньше сдачу. Почему у вас нет мелких денег? Почему вы... Вот карта и правильно. Правильно. 21 век. Расплачивайся на карте. Карта и 4 бакса. Спасибо. Ну что, копей карту. Ну и что ты мне даешь деньги? Сколько ты мне дал? 42 бакса я должен тебе отдать, да? Ну вот, пожалуйста. Давайте, ребят. Расплачиваемся либо телефоном, либо картой. Ну и вот это я понимаю. И почему я сам должен уводить стоимость? Ты должен сам ее уводить. Ну ладно, этим кассиры занимаются. Надеюсь, со временем я смогу нанять кассиров, чтобы они работали за меня. Потому что вот вручную, конечно, тяжело это делать. 8 баксов, да? Получено у меня 10. Я должен, получается, 2 бакса тебе отдать. Окей. Работа кассиром это дико, друзья, сложная работа, я вам так скажу. Поэтому уважайте работу кассира. Вообще любую работу нужно уважать. Вот на самом деле. Люди стараются, чтобы заработать денег, купить себе мебель какую-то домой, телевизор, машину, пельмени в конце концов. Это надо уважать. Это надо уважать. Куда, куда? Я думал, ты уже сваливаешь. Слышишь? С моими злаками ты никуда не уйдешь. Карточку давай. 8 баксов. Давай, вот так. Круто. Мы уже заработали 40. То есть продавать продукты, это реально прибыльно. Мы уже почти отбили закупочные траты наши. Те 50 баксов, да? 49 там было сколько-то с чем-то. Не дай бог ты эти злаки украдешь. Я реально найду тебя и сломаю колени за злаки. Хлеб еще ладно. Так, получил 10. Хлеб еще ладно, как бы хлеб всему голова. Но злаки, это уже излишки. Это уже можно сказать, такие вещи для мажоров. Потому что хлеб это база, да? Хлеб это база. Иисус ел хлеб, мы едим хлеб. Ну, как бы если человек голодает, украл хлеб, ну ничего страшного. Я это пойму. Но излишки уже брать не нужно. Так. Ну и что? Где еще покупатели? 48 баксов. Уровень магазина 1. Могу ли я встать из заказа? Да, да. Давайте посмотрим. Есть ли тут продукты назад? Как назад выйти? Вот. Менеджмент. Лицензии на товар? Найм работников? Да, мы сможем нанять кассира, когда сделаем 200 заказов? Мама родная, это же так много. 200 покупателей обслужить, чтобы я мог получить лицензию на покупку кассира? Это очень много. Может быть будет какой-то кассир на подработке? Так, знаете, случайно. Зашел немного, поработал. А мы сделали вид, что это не кассир, он просто как бы поработал. Так. О, все нормально. Круто. Репутация растет. Надо бы новые товары нам закупать начать. Но сперва хотелось бы выполнить то, что игра требует. Смотрите, какой серьезный дядь, как бизнесмен, и покупает домой кукурузные хлопья. Ну это же так мило. Да? Для детей, наверное, своих 4 доллара. Хлеб тоже нужно было взять. Твои дети, твоя жена должны есть хлеб каждое утро, чтобы набираться сил и бодрости. И шуровать там на учебу или на работу. Ух ты какая. Ух ты какая, какая, какая. Правильно. А такая фигура у нее из-за чего? Из-за того, что она есть хлеб и кукурузные хлопья. Ну вот. Надо кушать, чтобы быть стройным. Так. Давайте-ка посмотрим, какие вообще у нас тут менеджмент. Лицензии. На сыр, на яйца. Смотрите, на молоко, на черный чай. Счета у нас нет. Развитие. Можем дополнительные разделы покупать. Персонализации пока нет. Склад закрыт. Наим 200. Необходимый уровень магазина 10. Разделы дополнительные. Ух ты. Так, что, у нас покупатель, да? Чувак, видимо, из какого-то ресторана. И в ресторане подают хлеб и кукурузные хлопья. Ну и идеальный ресторан, чем... чем плохо. Так, давай сюда свою карточку. 4 бакса. Спасибо. И... Карточка. 4 бакса. Спасибо. У нас, друзья, продукты заканчиваются. Надо бы чего-то нового прикупить, да? Давайте закроем этот раздел. Зайдем в банк. Платежи, кредиты. Я пока не могу кредит брать. Да я и не хотел. Я хотел деньги положить в банк, чтобы проценты капали. И это было бы неплохо. Итак, нам бы сейчас тогда купить масло не помешало бы, наверное, пасту. Сахарный дисплей. А, мука. Мука. Давайте муку. Ну, мука мало стоит, но мука нужна. Нарезанный хлеб еще возьмем. Пасту кукурузные хлопья. 80 получается. Ну и нормально. Вот такая, друзья, у нас закупка. Что, последний кусок хлеба у меня забираешь, да? Да я и не против. Цены. Я боялся, что будут слишком высокими. Но оказалось, что нет. На самом деле нормальные цены. Так, наша Чокопика. Самая востребованная продукция в магазине. Даже больше, чем хлеб. Покупают люди это добро. Вот он и хлебушек. Чик-чик-чик-чик-чик сквозь голову прошел. На помойку. И еще. Потерпи, мужик. Потерпи. У нас тут этот переучет идет. Вот. И хорошо, что у нас нет мерзких покупателей. Вот часто жалуются люди, что вот продавцы бывают злыми. А вы представляете, какие покупатели иногда к ним приходят? Пудрят мозги. Обзываются, грубят. Такое же часто происходит. И они злятся, конечно же. Так, хлопья. Цены. Цены, подожди. Куда ты схватил хлопья? А, у нас на хлопья цена уже установлена. У нас не установлена цена на масло. Ну, давайте за три продавать в два раза. Не, ну триста это уже много, да? Три будет цена за масло. Тут будет, получается, два с половиной за пасту. Хорошая паста стоит дорого. Мука всему голова в два доллара. Тут цена стоит. Ну все, цену на все установили. Включите свет, используя настенный выключатель. А где? А, тут. Опа! Светло! Радость-то такая какая-то, радость-то, а? Карточку давай, восемь баксов. Проваливай хлеб, давай. Восемь баксов. Я уже прямо, ну, начинаю как ультрапродавец работать. Складывать в голове продукты. А что за восемь девяносто девять? Ах ты, зараза. Схватил муку, пока я цену не установил, да? Ну, гад... Гад, а? Схватил муку, прежде чем я цену не установил, да? Или это ты что, пасту взял? Негодяй. Ладно, когда цены были по четыре, я мог сходу соображать, да, сколько что стоит. Сейчас я разучился уже. Два пятьдесят. А дал ты мне пять. Надо тебе два, да, дать? Ну, все, готово. Зараза какой. Воспользовался глупостью продавца? Моей, да, невнимательностью, забывчивостью, чтобы по дешевке купить продукты. Ну, ну, не стыда, не совести. Ну, вообще. Ну, ну... Ну, вот это вот тебе вернется карма. Вернется карма. Здравствуйте, молодая леди. Вам нужно масло, да? Ну, ладно. Салат с маслом. Не люблю я масло, на самом деле. Многие добавляют масло в салат и говорят, что это вкусно. А вот я не понимаю этого. По-моему, оно само по себе довольно... Неприятное на вкус. Пожарить там котлет? Ну, да, окей. А именно в салат добавлять? Это, конечно, на любителя. Что ж. Осталось обслужить двух покупателей. Где вы? Уже ночь. А есть ли у меня какой-то дом? Нажмите Enter, чтобы завершить день. Суточная статистика. Ну, понятно. Доходы, расходы, баланс, плюс 55, общая прибыль 5. Ежедневные расходы. Вы будете получать ежедневные счета, начиная с сегодняшнего дня. Убедитесь, что оплатите счета с помощью вашего компьютера до срока их оплаты. Иначе они будут оплачены автоматически. Чем больше электрических устройств, тем дороже счета. Не, ну оно как бы и логично. Конечно, конечно. Открыто. У нас всегда открыто. У нас всегда людям рады. Давайте посмотрим на наши счета. Менеджмент, наймы, персонализация счета. Так у нас нет никаких счетов. Все счета оплачены. Ну, ладно. Хм. Странно. Как бы в конце дня, видимо, надо было оплачивать. Или как? Ну, что ж. И люди где? Пойду-ка я пробегусь по городу. Может быть, тут что-то есть еще? Город-то довольно большой. Там у нас пробка какая-то. Люди ходят. А что у вас тут какая-то глупая пробка на самом деле? Смотрите. Застряли. Маленько мужики ходят. Нет, город большой. Но тут ничего нет. Забавно. Забавно. Город нравится. Наверное, со временем сюда будут всякие штуки добавляться. Может быть, даже у нас квартира появится. Но до этого нужно как-то дожить. Магазин наш тут, да? Вон он. Рядом с отелем. Че, покупательница красивая. За хлебом 8 баксов. Ну, дайте мне без дачи, ну. Как я понимаю, теперь продавцов. Которые просят без дачи. 3 доллара. 3 доллара мне дала. Моя ты умничка. Итак. Приобретите лицензию на товары с помощью компьютера. А как я приобрету лицензию на товары, если у нас нет денег? Самая минимальная лицензия стоит 220. А там уже даже и говорить не о чем. Лицензии на книги, на виски. Осуждаю, кстати, на шоколадную пасту лицензия стоит. Вы понимаете, да? Чтобы продавать какую-нибудь Нутеллу, ты должен заплатить 34 с половиной тысячи долларов. Вау! А кому я плачу столько денег на лицензию? Это же жесть вообще-то какая-то. 6,50. 3,50 с дачи. Кстати, там написано сколько сдачи, а я постоянно сам считаю. Надо было быть внимательнее. Тут у нас поменять написано. Не, ну это сумасшедший дом какой-то. Вот это хорошая, кстати, покупательница. А то все приходят, покупают там по два товара. Я так никогда в жизни не заработаю. Молодцы! Жаль, на клавиатуре нельзя набирать цифры. Только вручную. Это немного замедляет работу. Ну давайте, раз такие пироги, раз все равно на лицензию зарабатывать долго, мы купим вот так всех товаров еще по одному. Вот так. Чтобы люди закупали сразу большое количество всего. Я думаю, это будет полезно. Вот этого, например, у нас не было. Сусу. Сахарная пудра. Выкидываем. Это мы тоже сюда положим. Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Мука. Готово. Сейчас, сейчас, мужик. Сейчас, сейчас, сейчас. Надеюсь, ты покупаешь сразу несколько товаров, а не там пачку макарон и все. Для макарон вон масло купи, чтобы они не слипались. Надо, надо. Нам бы еще цену установить. Погоди-ка, не уст... Так, цена, цена, цена... На Сису у нас цены нет. Два бакса будет Сису стоить. Остальное цена вроде бы установленная. Давай сюда. Масло. Три бакса. Можно, наверное, цены еще и немного поднять. Рейтинг магазина растет. Денег хочется зарабатывать больше, поэтому цены мы поднимем сейчас. Я думаю, имеем право. Хлеб. Был четыре, стал четыре с половиной. Потому что, а почему бы и нет так? Четыре с половиной хлеб. Мука будет стоить два с половиной. Паста, я думаю, за три бакса будет хорошо расходиться. Хлеб. Тут можно Сису, наверное, за два с половиной тоже продавать. Икс два. Пасту мы подняли. Наши любимые снеки, я думаю, они разлетаются как пирожки за пять. И масло за три с половиной. Я думаю, это будет окей. Доход теперь будет выше. Ну что ж, мои любимые покупатели, накопились вы тут, да? Сдача. Без сдачи. Спасибо. Хлебушек. Восемь. Карточку. Давай ее сюда. Следующий. О, обмолочина. Деньги. Сдача. Без сдачи. Какие приятные покупатели к нам ходят, а уважаемые. Сдачи четыре. Ну почти уважаемые. Давай, давай, давай. Карточка. Восемь и пять. Так, так, так. Готово. Уже семьдесят четыре заработали, друзья. А повышение цен дает о себе знать. Круто же. Давай картой. Ой, молодец. Хотя мне наличные в последнее время нравятся больше. С ними как-то работать приятнее, на самом деле. Так, пять баксов. Увеличение цены не сказалось на количестве покупателей. А. Пятьдесят центов, да? Не сказалось на количестве покупателей, поэтому можно, наверное, будет цену еще поднять. Хотя, смотрите-ка, покупателей стало меньше. Всех, кто приходил, мы быстренько обслужили, а новые пока не спешат к нам заглядывать. А нет, вот бизнесмен пришел за хлебом. Так, взял. Муку только взял. Сам будешь хлеб печь, да? Два пятьсот. Ну давай. Два точка пять. Сам испечет хлеба. Опа, два братишки заскочили к нам. Зачем? За... Чего вы по одному товару берете? Может и правда я зря, слушайте. Семь баксов. А без дачи слабо дать? Или семь баксов чаевых мне? Ну, было бы приятно. Слабо? Я думаю, что вам слабо. Нужно свет врубить. Вот так. Почему мне чаевые не дают? Я хочу чаевых. Я считаю, что надо нам давать чаевые. Продавцам тоже. А почему бы и нет? Поменять два бакса. Видите, ну... Тоже же это как работа таксистом там или официантом. Тоже такое обслуживание других людей. В каком-то смысле. Значит, чаевых. Если продавец улыбается, подсказывает тебе что-то там. Почему бы не дать ему чаевых? Почему официантам дают, а продавцам нет? Вот этот чел набрал вообще от души. Можно даже без чаевых, когда вот так вот люди приходят и закупаются сразу на 20 баксов. Вот тогда хорошо становится на душе. Раз продадим тогда то, что у нас уже есть. 4,50 и того. Нормально. Сразу накопим 200 баксов. Я думаю, возможность есть. И купим уже новые товары, которые будут стоить дороже. А следовательно и прибыли из них будет в разы больше. Ну и опять же, молоко нужно по-любому. Яйца, сметана, сыр. Ну вот такие самые базовые продукты, которые должны быть в любом магазине. Чипсики, вода какая-то, там соки. Ну вот база, база. От которой уже отталкиваемся. Картошку. Надо картошку тоже есть. Огурцы, помидоры, апельсины, яблоки. Все должно быть у нас. Полки новые мы докупим. Правда, я пока не знаю где и как. Сису. Впервые хоть кто-то купил у нас немного сису. Это сахарная пудра. Че-то она успехом-то и не пользуется. Хлеб тоже не особо покупают. Масло раскупили. Ну и кукурузные хлопья. Разлетаются. Ого, такой микрочел. Чел, давай. Маме поможешь по готовке. Так, давай. Спасибо. Не, ну круто. Завершить день. По счетам. Они сейчас появятся или все-таки завтра? Нам обещали счета, как бы, что будут уже. Менеджмент. Счета. Нету счетов. Значит, завтра появятся, наверное. Итого, в доход 214. Неплохо. Баланс. Плюс 171. Открываем. По счетам что? Менеджмент. Счета. 4 бакса. Аренда 20. За 2 дня. Ну, неприятно, конечно, счета какие-то оплачивать. Но, знаете, их надо было оплатить. Маркет. Нам нужно купить вот это. Сразу 2 пачки хлопьев. Да. Потому что, ну, это самый ходовой товар. Было бы глупо не закупать его больше. И цену мы повысим. 5 баксов он сейчас стоит. Сейчас увеличим стоимость. Хотя я и так уже сильно увеличил стоимость на доллар. Ну, давай 6. 6 можно ставить спокойно. Учитывая, что SRC это 2.99. Я думаю, что если мы поставим 6, это будет окей. Сису! А, это Сусу, а не Сису. Почему я думал, что это Сису? 2.5, да, надо тебе? Что-то я туплю. 2.5. Ладно, давай так дадим. Много мелочи! Все любят мелочь. О, Сусу! Ура, деньги! Итого 12.5 я должен тебе дать, да? А 87.5? Ну, вот так получается. А поменьше купюр не было? О, 5. Итого у нас 93. Ай, ёлы-палы, я ж кучу денег потратил на покупку... Хлопьев, подожди, а должно уже быть больше. За что я получил ачивку? Я что, не ту сдачу дал? У меня такое ощущение, будто где-то я упустил какой-то момент. И денег должно быть больше. Хлеб. Ну, 9 баксов, давай. А что там по хлебу, по цене? А, нет, хлеб у нас в 5 раз дороже продается. Может быть, поэтому он так и мало продается, потому что я цену задрал очень сильно на хлеб. Может, цену стоит на хлеб поменьше поставить? Ну, не знаю. Ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо вам за внимание, за просмотр. И до новых встреч. Берегите себя, покупайте хлопья, уважайте продавцов. И... Покедова. О, мука. Мука. Давай. 47. Офигеть. Все. Пока, друзья. Счастья вам.